Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим заднюю камеру на iPhone 5. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отщелкнуть модуль от корпуса. Это делается металлическим. Металлической лопаткой отщелкиваем. Отщелкиваем. Открываем. Теперь необходимо открутить металлическую пластину. Там три винтика. Откручиваем первый. Второй. И третий. Теперь убираем в сторону металлическую пластину. Отщелкиваем три шлейфа. И убираем модуль в сторону. Вынимаем сим-лоток. Необходимо открутить металлическую защиту аккумулятора. Тут два винтика. Убираем металлическую защиту. Отсоединяем аккумулятор. Убираем еще одну металлическую защиту. Теперь необходимо отсоединить шлейф. Это нижний шлейф. Вынимаем аккумулятор. Теперь нам необходимо открутить печатную плату от корпуса. В большинстве случаев, если у вас не работает камера, либо она не фокусируется, это проблема в самой камере. Ну, конечно, бывает, что проблема и не в камере. Но чаще всего проблема именно в камере. То есть при ее замене у вас очень много шансов, что она заработает. Откручиваем винтики. Откручиваем винтики. Соединяем шлейф к кнопке включения. Откручиваем винтики. Откручиваем винтики. Теперь необходимо вынуть печатную плату из корпуса. Делаем аккуратно. Теперь необходимо отсоединить камеру от печатной платы. Для этого необходимо открутить два винтика. И отсоединить камеру. И отсоединить камеру. Берем новую камеру. И подсоединяем ее к печатной плате. Также прикрутить необходимую на два винтика. Прикрутили. Теперь вставляем печатную плату в корпус. Теперь необходимо печатную плату прикрутить. Прикручивайте винтики туда, откуда их выкрутили. Не путайте их. Так как у них разные размеры. Прикручиваем. Прикручиваем. Прикручиваем еще много винтиков. Отжимаем шлейф, там находится еще один винтик. Прикручиваем. Подсоединяем шлейф. Прикручиваем. 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 Продолжение следует... Прикрутили. Теперь подсоединяем нижний шлейф к печатной плате. Подсоединили. Еще один шлейф подсоединили. Это был шлейф на включение. И подсоединяем как сильный шлейф. Подсоединяем. Теперь необходимо установить аккумуляторную батарею в корпус. Установили. Подключаем ее к печатной плате. Берем металлические защиты. Устанавливаем первую. Прикручиваем. Винтик. Берем вторую металлическую пластину. И сюда нужно прикрутить два винтика. Прикрутили. Устанавливаем. Устанавливаем сим-латок. Теперь необходимо подключить дисплейный модуль к плате. Подсоединяем три шлейфа. Устанавливаем металлическую пластину. И прикручиваем три винтика. Первый. Второй. И третий. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль в корпус. Защелкнуваем. И закрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. ПОДПИШИСЬ!